Добрый день, дорогие друзья! С кем вы себя ассоциируете? Или с чем вы себя ассоциируете? С физическим телом? С сознанием? С душой? С материальным миром? Где в этом всем есть вы? Дело в том, что каждый из нас ассоциирует себя с кем-то или с чем-то, каким-то образом попавшим его сознание, прицепившимся в его систему ценностей и убеждений. А сегодня попадает и цепляется очень много чего и не осознается человеком. Я приведу лишь некоторые примеры, которые встречаются на рынке психотехник и которые реально влияют на жизнь человека, когда ему цепляются чьи-то убеждения, чьи-то моменты. И человеку они, конечно, выгодны, чтобы они прицепились в бессознательное, так срабатывает и в его жизни начинается другой событийный ряд. Не так часто люди, которые глубоко спят, осознают, что они производят своим сознанием в этом мире для себя же. Я сегодня обращу внимание на мелкие рискованные моменты, которые приняты в нашем социуме за норму. Пример. Человек приходит на занятия гештальтом. На первом же занятии ему предлагают погрузиться в травму, потому что человека рассматривают как набор травм. Вот этот набор травм пришел такой суповой. И вот ему предлагают погрузиться в травму. Ну какая травма первичная? Конечно, с родителями. Кто виноват в том, что всю жизнь нам испортили? Родители, конечно. Значит, то да, к ним. И если ты ненавидишь своих родителей, значит, просто прочувствуй, проживи состояние ненависти к своим родителям. Вот это чувство непогружения в это состояние. Длится там порядка часа. Человек чувствует и осознает, как он ненавидит своих родителей. Я приведу еще один пример. Человек приходит на танцы, где ведется работа высокая, духовная. И человека там видят как тоже как суповой набор костей, мышц пришедшей и дерьма. Да? Так и звучит слово дерьмо. И говорят, таким словом называют все его неэффективные программы, опять-таки связанные с родом, с родителями. Они опять во всем виноваты, всю жизнь ему испортили. И человек опять идет и прорабатывает, прорабатывает бесконечно и ощущает это состояние, когда ему было плохо, когда он был в состояниях определенных низкочастотных по отношению к своим родителям. Там, обвинения, унижения, там, и так далее. Агрессии. Я привела два примера. Я думаю, хватит, потому что наверняка каждый из вас вспомнит, когда он приходил на какие-то подобного рода семинары, тренинги. Дело в том, что эта часть зачастую является такой сектовочной, да? И она присутствует очень-очень у многих гуру или у многих официальных психотерапевтических групп. Там, где создается, открывается дверь только на вход, но двери обратно уже нету, на выход двери нету. И это считается нормально, да? То есть у человека психотерапия будет всю жизнь. Так вот, господа, я хочу обратить внимание на то, на что обычно человек не обращает внимания. Как формируется реальность в нашем сознании. При формировании нашей реальности, при формировании нашей реальности важны две вещи. Это самые важные вещи, да? Это внутреннее состояние и внимание. А теперь представьте фразу «Побудьте в состоянии ненависти, проживите, прочувствуйте это состояние и час». Да? То есть, грубо говоря, вы живете в ненависти и концентрируете внимание на ненависти к своим родителям. Скажите, пожалуйста, какой событийный ряд в своей жизни вы формируете? То же самое касается, когда в вас находят кучу дерьма. Я не знаю, какой должна быть самооценка у человека и где должен быть мозг, чтобы вообще повестись на такие вот вещи. Но они существуют, во всяком случае, в Минске, их пруд-пруди. Если вы с этим сталкивались, вы просто включите мозг и подумайте, на самом деле, зачем вы оказались в этой тусовке? И что ваше бессознательное хотело вам отсигналить тем, что привело вас туда? Да? И что надо изменить, чтобы оно вас туда больше не приводило? Потому что, если вы хотите жить в любви, так вы и пребывайте в любви. Если вы хотите жить в радости, так вы и пребывайте в радости. Если вы хотите, чтобы вас любили, так и вы любите. Зачем вам кого-то ненавидеть? А касательно того, что вот этот шаблон, который вообще идет, все мы родом из травмы. Ну, наверное, кто-то и родом из травмы. А я как-то не считаю, что я родом из травмы. Да, у нас есть травмы, которые мы получили в детстве, которые нам перешли по генетической линии и так далее. Но это не значит, что если я родом из травмы, значит, я всю жизнь должна работать с травмой. Нет, господа, я должна жить и наслаждаться жизнью. Это в моей системе ценностей и убеждений. Так, возможно, у вас по-другому, и это все прекрасно. Но если я живу и наслаждаюсь жизнью, и какая-то травма фонита нам не мешает, я его просто осознаю и удаляю, и живу дальше. Но ключевое – жить, а не ключевое – прорабатывать травмой. Понимаете, на что вы смещаете акцент, на что вы смещаете внимание, то и проявляется в вашей жизни. Ваше внимание бесценно. Это бесценный дар от Бога. Куда вы его направляете, то вы имеете. Если вы это направляете на любовь, на близких, вы имеете их любовь и их благополучие. Если вы это направляете на дерьмо, значит, вы его имеете в жизни. Понимаете, просто так работает наше сознание, так оно формирует реальность. Мне кажется, это вообще настолько очевидные вещи, что когда я слышу очередную историю, такую кордобалетную, у меня просто иногда бывают ступорные реакции, потому что, ну, на самом деле, это весело. И первый вопрос – зачем я пришел, какая вторичная выгода от прихода была туда. Вот. А касательно наших родителей, очень часто в психотерапии именно ведется проработка претензий к родителям, что они чего-то недодали, чего-то не сделали, чего-то не так, они в чем-то виноваты в нашей жизни. Они всегда крайне. На самом деле, дорогие мои, если брать вашу реальность там, где вы творец своей реальности, то вы творец своих родителей. Эти родители сотворены в вашей голове, в вашей психике, в вашем сознании. И они даны вам вашим сознанием. И они не могут быть виноваты в том, что они даровали вам жизнь. Вы их создали для того, чтобы в вашей игре вам они даровали жизнь. Подумайте об этом, помедитируйте. Это всего лишь попытка собрать себя целостного. Потому что, когда вы себя делите на части и отделяете от себя виноватых, будь то родители, Бог или еще кто-то, вы же делите не кого-то, вы же делите себя, вы же делите свое сознание. Подумайте, просто подумайте. Потому что те вещи, которые придут, когда вы зададите себе эти вопросы в медитации, могут явиться первичным откровением к пробуждению. Удачи на этом пути, дорогие мои.